Эй, йоу! Всем привет, братья мои и сёстры! С вами, как всегда, Шуморо, и добро пожаловать в Destiny 2! Покоряйте дикие земли! Отвергнутые вышли, чёрт побери, и пора смотреть на новый контент. Ёлки-палки, сколько я этого ждал? Очень интересно, потому что всё-таки такой большой аддон выходит, и хотелось бы обозрить его со всех сторон, поэтому сегодня мы будем с тобой рассматривать игру плотно. Вот он, тот самый режим Gambit. Добро пожаловать в Gambit, который я уже для тебя снимал отдельно. Ну, мы сегодня, наверное, в него тоже поиграем, но для начала я хотел бы посмотреть на саму сюжетную кампанию Отвергнутых. Да, вот она, на Пасашок, локация Спутанные берега, новая локация, новые приключения. Короче, не будем долго тянуть кота за резину, я тебе сейчас всё расскажу вообще, что здесь в игре происходит, как бы. Очень много переработок, да, новые уровни силы, очень много новиночек, скажем так, нам завозится, которые хотелось бы вот так вот раскрыть, объять и так далее. То есть сейчас-то самое большое, по сути, расширение вообще в истории, в принципе, первой части и второй вообще серии игры, да, поэтому здесь должно быть интересно. Они завлекли меня ещё очень сильно своей сюжетной кампанией. Как такого чувака, как Кейт, могли просто взять и шлёпнуть? Ну, давай посмотрим. Опа-на, видимо, это он, видимо, это Кейт. Что происходит? Здравствуйте. Прикольно то, что ролик на движке игры. Это очень круто. Пушки нет, пули есть. Ну, ещё бы, блин, было не больно. Шутки про сестру, смотри-ка, пошли. Опа-на. Это всё бомбануло, видимо. Да, вот таким вот образом Кейт у нас истирается, да, с лица игры. Ну, давай посмотрим Destiny 2 отвергнутые. Чёрт побери. Интересно, интересно. Мне нравятся вот эти вот вступительные ролики. Да вообще не вступительные, здесь сюжетные ролики, в принципе, на движке игры, они очень качественно сделаны. Прикольная анимация, прикольная. Как будто фильм смотришь такой, сидишь как бы. Не знаю, сколько здесь будет сюжета, но должно быть достаточно интересно. Тюрьма старейшин несколькими моментами ранее. О, ну расскажите мне, что было ранее. Оба-на, это же я! И Кейт! Да ладно! Чего нового? У, покажи трюк. Серьёзно, смотри. Вот это да. Прямо мороз по коже. Гудень. Да вы ещё. Потом. Прикольно. Как-нибудь. Общий блок вырвался на свободу. К счастью, центральный блок и нижние ярусы заблокированы. Но если главная охрана система даст сбой, сдержать их будет проблематично. Суровые будни стражей. Итак, напарник, Кейт будет импровизировать. Следи за модуляциями и не отставай лады. А теперь в тюрьму! Вот так он и умер. Но мы видели, как всё-таки он откис, поэтому... Ход прикольный, сюжетный. Было бы прикольно, если бы вот так вот выебнулся и разбился. Ха-ха-ха-ха-ха. Ладно, давай смотреть, что там будет дальше. Чёрт побери. Вообще интересно. Интересно, потому что много новых фич сейчас в игре. То есть, да, там всякие... Ну, это мы с тобой потом посмотрим. Я сейчас хочу больше на сюжетку посмотреть. Ну, то есть не потом, а, в принципе, в этом видео. Не знаю, как я буду это видео сейчас разбивать, скорее всего. Потому что, ну, придётся кое-что проходить сейчас. Кое-что, наверное, я хотел бы показать тебе больше контента. Но часовой, двух-трёхчасовое видео делать не буду. Поэтому мы сейчас посмотрим. Давай посмотрим. Значит так, локация красота, посмотри. Локация красота. Я лыпал и наворотил. Знаешь, что-то мне матрицу напомнило. Где капсулы? Локация, локация. Значит... Ух ты ж, нихера себе меня встречает! Вот это я понимаю. Сразу в огне. Ух! И понеслись замесы, чёрт побери! Всё очень красиво сделано. Посмотри-ка. Вот это, да, вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Двигатель прогресса, чёрт побери. Сейчас же айтем левел достаточно высокий. Но, наверное, для компании, как бы, всё... Ну, для компании у тебя его достаточно, в принципе. Также сейчас присутствует повышение левела. Если ты вдруг не играл в Destiny какое-то время, да, и у тебя нераскачанный персонаж, соответственно, ты можешь повысить левел и получать от этого удовольствие. То есть... Ну, короче, всё проработано. Всё проработано. Всё сделано для того, чтобы можно было внедряться в новую компанию, как бы, и получать новое удовольствие. В игре, как ты знаешь, очень много интересного. То есть ты можешь заниматься, там, различными страйками, различными рейдами. Ты можешь заниматься чисто PvP, если тебе это именно интересно, и там получать шмот. Да, ты выбираешь сам себе свой путь, как бы, да. Множество классов. То есть это, в принципе, ММО. Поэтому тут можно делать всё, что угодно. А, то есть мы сейчас с тобой находимся в сюжетном, скажем так, приключении, да. И нам нужно здесь остановить бунт. То есть, ну, по факту я сейчас должен... Да, давай, Петра. Опа-опа-опа-опа-опа. Чё это такое у нас здесь? Триумфы. Ёлки-палки. Учётная запись. Титан 20 уровня. Это достижение. Ребята, этого не было. Этого не было. Да ты посмотри-ка, у нас открылись с тобой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это можно прокликать, короче, то, что у тебя есть, то, чего у тебя нет. Слушай, прикольно сделали. Теперь есть к чему стремиться, когда ты ставишь себе такие ачивочки. Это очень классно. То есть сейчас мы с тобой, по идее, должны пойти по самому сюжету. Ну и, соответственно, внедряться дальше. Ну, я вот думаю, как бы тебе сейчас сделать интересненько. В принципе, можно побежать дальше. Как бы поглубже, знаешь, так усугубиться. То есть мы сейчас должны здесь, получается, чистить, убивать, чистить, убивать, наслаждаться и получать удовольствие. Вот это по мне. Вот эта девочка. Вот. Взрыв оставил нижний ярус. Это по ей, да? Чё у тебя, в нижнем ярусе взрыв был, девочка моя? Ну, ничего страшного, мы сейчас всё сделаем, как бы. Включи систему безопасности. Так, дружок, эти негодяи не пропустят нас в охранный блок просто так. Окей. Офигеть, все носятся, как будто там паника такая, бунт на корабле. Ты посмотри, как это круто сделано. Посмотри, как эпично. Ничего не лагает. ФПС я залучил на соточку, и у меня просто всё стабильно. Ты посмотри, сколько здесь спецэффектов, и это вообще всё оптимизировано. Графон, оптимизация. Что ещё нужно в современной игре-то, чёрт побери, братишка? Ай-яй-яй-яй-яй. Короче, мне сейчас нужно будет здесь, видимо, много-много-много чистить. Давай мы с тобой сейчас вернёмся сразу к какому-нибудь моменту. Поехали. Итак, братишка, это всё так же я. Это всё так же я, я продолжаю двигаться дальше. Продолжаю, скажем так, накапливать свой опыт в новом обновлении. В ПВЕ, чёрт побери. А здесь вот этот вот говнарь неприятный. Как бы, ну мы его сейчас забрали. Короче, сейчас смотрим, что дальше. Ну, минут 20 я здесь побегал, повоевал. И сейчас посмотрим, что у нас будет. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Посмотри, какая красота-то, а. Я на виды засматриваюсь. Давай активируем терминал, посмотрим, куда нас приведёт путь с тобой. Глубже, скажем так, да. Подключаем систему образования. Это очень круто. Так. Мне ещё интересно будет самый большой рейд посмотреть, который вы в игру ввели. Как он может быть самым большим? Мы там на неделю зависнем, чёрт побери. Скорее всего, и награды должны быть очень крутые. Закрепите, ярусы. Только проверю кое-что, и можно будет закругляться. Ну, раз ты угощаешь. Я ещё слышал, что здесь вводят систему титулов. Опа. Так, значит, давай сюжеточка. Вот это я и хотел. Вот это я и хотел тебе показать. Система титулов будет. То есть будут у тебя звания, да, в зависимости от того, как ты проходишь. Ладно, молчу. Давай посмотрим, что здесь. Блин, фильмец просто с тобой смотрим. Здесь всё в порядке. Осталось проверить последнее. И что же там последнее ты решила проверить? Блин, реально. Представляешь, да, на движке игры? Просто мультик идеальный просто. Вот это графика. Вот это я понимаю. Нет, 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 нет. Кейт, он сбежал. Это не тюремный бунт. Это побег. Люк на нулевом ярусе. Это единственный выход с нижних этажей. Они пытаются сбежать. Я буду там раньше. Так. Чё Кейт-то? Он знает, чё он делает. Ну, правильно, а чё? У него есть лифт свой. Ору. А, оседлал, понимаешь? А если оно бомбанёт, чувак? Вот так он умер всё-таки? Нет, мы видели, как его застрелили, но... У него столько случаев, просто когда он должен был умереть, поэтому, видимо, его и всё-таки шлёпнули, как бы. Тут тема такая. Значит, Кейт у нас проваливается вниз. Олрайте. Ну, я в порядке. Ты видела, Петра? Петра? Страж? Есть кто? Должно быть, моё зрелищное приземление сломало рацию. Пошла страшная музыка. Так, ребята, быстро по клеткам. Я сказал, быстро по клеткам. По клеткам. Пистолетом ты своим сказал? Ну да, в принципе, решает всё нормально. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Воу-воу-воу. Вот это эпик. Дабл джамп заюзал. Хорош. Это не зря. Это весело. Нормально взяло. Я случайно, хотя нет. Я случайно, хотя нет. Ты знаешь, мне чем-то напоминает Дэдфула. Именно манера. Сделали такого персонажа, который... Не знает. Вот это я понимаю. Давай! Давай! Вот это жесткое. Это и жестко, и больно одновременно, понимаешь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. От него кусочек отлетел. У него кусочек лет... Ёлы-палы. Очень эпично всё сделано. Очень красиво. Это я и хотел увидеть. Вот это Дестинни. Это я понимаю. Мне кажется, они на большее способны, братишка. Пацаны-ка подхилиться хочет. Не-не-не-не-не-не-не. Ты знаешь, что значит Страж в Дестинни? Это тот, кто тебя воскрешает. Тот, кто тебя оживляет. Тот, кто не даёт Стражам умереть. И только что Кейт лишился своего стражи. Вот тебе одна из причин, почему он откисил и проиграл эту катку. Господи. Пора домой, Кейс. Пора домой. А нельзя было увернуться или совсем сил не было? Вот это вот странный момент сейчас. Можно же было хоть чуть-чуть увернуться, понимаешь? Хоть совсем немножечко хотя бы и увернуться, понимаешь? Это очень странненько. Это очень странненько, но весело. Но весело, братиш. Так, давай посмотрим, может быть сейчас еще что-нибудь будет интересное у нас. Ёлки-палки, я здесь фильм с тобой смотрю. А нет, это уже я. Петра, что происходит? Ответь, Кейт. С возвращением. Мы пролетели около 20 этажей. Я не могу связаться с Кейтом и Петой. Сейчас мы, видимо, должны будем с тобой, получается, пробраться как раз к самому Кейту. То есть мы же бежим его спасать, как бы очевидно. И наша задача будет как раз пробраться туда. Ты посмотри, как это все сделано. Посмотри, все горит. Какой эпик. Какая графика. Ты знаешь, многие ребята вот, иногда, когда я какие-то игры снимаю, они там, ну, начинают гнать за графику. Вот тут придраться вообще не к чему, понимаешь? Тут не к чему придраться. Маленькие успокоились все. Папочка уже рядышком. Папочка уже рядышком. Вот так вот. Что у нас надо добраться? Что у нас? Надо добраться до Кейда. Да? Ну, давай попробуем. Ух ты. Ух ты. Красиво, красиво, красиво. Так, здесь мы с тобой в тоннельчиках. В каких-то мрачных... В каких-то мрачных... Мрачные тоннели. Давай посмотрим, как здесь все сделано. Блин, это же интересно. Так, тихо. Маленькие, не падай на меня, пожалуйста, сверху. Опа-на. Это что, это наезд типа был? Блин, перезарядочка. Перезарядочка. Что ж ты такой-то? Здравствуйте. Здравствуйте. Нравится вам такой геймплейчик? Нравится? Ву! Все горит, все дымится. Надо добраться до Кейда. Лази, маленькие. Я это сделаю достаточно быстро. Что там внизу? Мне, видимо, вот сюда, да? Короче, бежим до Кейда, ребята. Поехали. Ву! Давай. Кто еще? Глубже в дырочку. Ёлки-палки. Вот это я понимаю. Здравствуй, говно. Поиграем с тобой. Босяра у нас здесь, да? Смотри, какой веселый, охуенный старик. Стреляет здесь, нравится ему. Ну, давай попробуем показать ему. Высший пилотаж игры Destiny. Давай по Мансим, давай, маленький. Нравится в лицо? Нравится? Хорошо. Уже потек маленький. Еще в лобешничек. У меня Патрики есть как бы. У меня все. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опа! Спокуха-спокуха-спокуха. Сейчас прохильчик небольшой у нас будет. Греночки пошли. Мансим, мансим, мансим. Живем, живем. Главное жить. Не хотелось бы откатываться и заново его убивать. Так, спокойно. Хорошо, маленькие все. Все бегают, все бегают. Я лечусь. Все бегают. Опа, здравствуй. Ты решил ко мне так подойти, блядь, родной? Ну, давай поздороваемся, блядь, снова. Нравится тебе? Нравится тебе вот так вот? Нет, еще есть патроны для тебя. Еще есть. Еще есть, маленький. Вот и все. Изи-бризи. Ух! Держись, Кейт. Мы идем. Мы идем, Кейт. Не переживай. Братальник. Фу. Так, добрались, видимо, до Кейта. Ну, че, как тебе, а? Чувствуешь динамику? Воу, воу, воу. Это кто такие вообще? А вот он и Кейт. Он ничего не почувствовал. Он ничего не почувствовал. Его пушку забрали. Кейт, братишка, Кейт, вставай! Молчишь, как и всегда. Молчишь, как и всегда. Да, кстати, твой протагонист не разговаривает. Я ничего не могу. Прости. Слушай, это... Не твоя вина. Это мне... За то, что я... Честно играл. Ну да, не читерил. Может быть, наоборот, читерил. Я видел, как ты раскидывал всех. Скажи... Завали, Коя. Это лучший спор, что я проиграл. Вот так вот, братанчик. Все. Это от Кисуля уже однозначно, по-видимому, да? Нет. Интересно. Интересно. Сейчас, ты видел, да, сколько там у чувака было всяких негодеев, подлецов стояло рядом с ним? Это какие-то жесткие... То есть, ребята, снайпер выбил, окей, да. Его шутки были ужасны. И неуместны. Но я не хотела... его обижать. Елопало, кто с меня шлем снял? Нас не было рядом. Вина не на тебе. Это... на совести ультра-носов. Да, понятно, я же босса бил-то. Если он думает, что это конец, он ошибается. Это начало. Мы вступим с ним в бой. Слышите? Все мы. Каждый титан. Каждый варлок. Каждый охотник. Мы пойдем на риф штурмом. А потом... мы повесим голову этого ублюдка на его драгоценном троне. за боевую группу. За Кейда. Да. За Кейда. Нет. Чё? В смысле? Все согласны? Что ты сказал? Мы не армия. Не завоеватели. Мы стражи. Мы должны охранять это место. Наш дом. Наш народ. Странника. Риф пал, когда он лишился своей королевы. Очередной сов жаждет владеть кучей безжизненных камней. Его дело. Это же Кейд. О нем речь. Ничего не делать. Это... Это... Говори. Трусость. Мне надоело хоронить друзей. Тебе не придется. Оба-на! Болтаешь? Ульдрансов. Мой. Вот это я понимаю, блядь. Ульдрансов мой, блядь. Вот это да, вот это да. Эээ. Наш персонаж с тобой заговорил, ты представляешь? Впервые. За всю историю Дестини. Он заговорил. У него есть голос. Ульдрансов мой. Жесткий такой, блядь. Мне нравится, мне нравится. Хороший, хороший. Прям титан, понимаешь, у меня титан. Так, интересненько. Ну что, дружище? Значит, я залетел в город. И посмотрел, какой у меня корабль. Теперь, черт побери. Было серебро, скажем так, да, на аккаунте. И, соответственно, я решил пооткрывать упаковочки. Пооткрывать кейсики. К сожалению, запись была выключена. Поэтому этого тебе показать не могу. Но кейсики пооткрывал. Выпал мне легендарный кораблик. И прямо сейчас мы с тобой отправляемся на новую локацию, которая называется «Спутанные берега». Давай посмотрим, что здесь будет происходить. «Спутанные берега». Край бандитов, падальщиков и пиратов. Вот так вот. Убийцам вроде Ульдрана и его падших здесь самое место. Придется прочесать здесь все. От лагеря падших в колодце предателя до древней смотровой башни на горизонте. Мы камня на камне не оставим. Ульдрану не скрыться. Ну да. Сейчас мы будем искать Ульдрана с тобой. На этих берегах, видимо. Блин, довольно интересно. Давай посмотрим на локацию. Интересно посмотреть, как это все выглядит. Насколько это все эпично, либо не эпично. Потому что, ну, как бы, проработано должно быть. Это самый большой яддон, черт побери. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Вау-вау-вау. Смотри. Смотри, какая жесть, красота. А, вот это атмосфера. Воу-вау-вау-ва. Так, значит, здесь мы должны с тобой... Так, это что такое? Уврат, часть первая. Ладно, побежали. Давай взглянем, что за лока. Всякие каньоны здесь. Всякие разломы, черт побери. Грусть высоких равнин. Найти убийц Кейда. То есть, по идее, мы сейчас с тобой выполняем эту самую главную роль. Да, мы сейчас должны с тобой отомстить за нашего товарища. Ну, тут всякие говнорицы, типа бандиты, убийцы. Но, тем не менее, мстить придется нам. Никто больше не взялся за эту грязную, грязную, вонючую работу, черт побери. Ну, это, в принципе, логично. Локация красивая. Знаешь, такая пустая... Ух ты. Смотри, какая нычка здесь у пацанов. Что-то здесь пацаны делали. Непонятно, правда, что, но... Чем-то здесь занимались, блин. Воу-воу-воу-воу-воу. Красиво, красиво. Так, эта штука никак не активируется. Пещеры, смотри, внутри. Прикольно проработана местность. Такая, знаешь, у меня такое ощущение, что я на какой-то луне. Но и вроде бы я не на луне. Ну, не совсем на луне, как-то, да? То есть... Прикольно сделали. Красивенько, как говорится. Так. Но локация не чёток. Локация не чёток интересная. Мне интересно, сколько здесь квестов будет интересных. Сколько здесь всего. Трупики валяются всякие. Сейчас мы с тобой в поисках. Должны что-то найти. Непонятно, пока, правда, что я ищу. И почему я здесь. Видимо, по мере сближения с чем-то, по мере изучения локации, я смогу что-то найти. Давай, вон, пробежимся к таким вот местам, которые... А, вот, пожалуйста. Да-да-да. Видишь? Давай проверим. А чё бы нет-то? Ёлы-палы. Вот здесь пацанов расфигачило. Оба-на! Скрытый проход. Ну вот, наверняка, что-то есть. Да, и что-то сочное. Похоже, это туннель контрабандистов. Пусто. Тихо пока. Ну, сейчас скоро начнётся война, я думаю. Да? Скоренько, нет? Давай заходим, смотрим. Здесь красивые, блядь, всякие говнари. Их нужно, естественно, убивать. Здравствуйте, здравствуйте. Бежим дальше, несёмся. Каньончик красивенький. Всё сделано красивенько. Чё-то новое, кстати, потому что я подобных локаций не видел ещё. Это очень круто. Так, собираем какие-то видения света. Видимо, это что-то нужное для... Апгрейдов снаряги, скорее всего, либо чего-то такого. Точно не знаю, но об этом мы узнаем. Значит, цели у нас за целями. Кто это сказал? Возможно, ты будешь лучше сражаться, чем твой дружок. Нифига себе, они на нервы моего персонажу действуют. Поехали. Давайте, маленькие. Ну, чё вы такие слабенькие? Ну, я же тоже слабенький, я же ещё не вкачанный здесь. Вот так вот. Хэдшот за хэдшотом, как бы. Всё отлично. Ладно, сканируем. И погружаемся во что-то, да? Сейчас босс какой-нибудь будет, по-любому. Чё-то мне такие места не нравятся. Я здесь прерываю, получается, процесс высасывания. Неприятный, наверное. Бейлинги взрывающиеся. Постоянно есть кто-нибудь, кто взрывается в тебя? Опа. Девайсик. Так, хорошо. Больно бьют. Больно, неприятно. Бейлинги продолжают взрываться. Чё здесь у нас? Ну, здесь что-то непонятненькое. Ядро какое-то странное. Межхалактическое. Там говнарь нас палит. Не знаю, кто это такой, не будем его чекать. Будем делать... Вот так вот! Бу! Мне так нравится, мне так нравится это. Давайте, сладенькие. Давайте, малыши мои. Давай. Опа! С подкатика. У-у-у! И друга твоего тоже. Это был бейлинг. Зря я на него налетел. Блин, ты чувствуешь, да, динамику? Чувствуешь динамику? Ничего не лагает. Всё идеально работает. Это очень круто. Ну что, дружище, добро пожаловать в Гамбит. Да, это тот самый режим, который я тебе уже показывал. Посмотрим на него ещё раз. Уже после выхода, естественно, обновления. Значит, это что-то новое, что-то уникальное. В мире Destiny, в принципе. Да и вообще, я аналогов этому режиму ещё нигде не видел. Значит, это PvP и PvE режим одновременно. Две команды из игроков сражаются друг с другом. Каким образом это происходит? Значит, твоя задача зарядить определённый портал, чтобы вызвать негодяя и подлеца большого босса. Чья команда его убьёт быстрее, та команда и побеждает, соответственно, получает плюшки, награды. Ну и все, в принципе, довольны, да? Прежде, чтобы зарядить портал для того, чтобы вышел этот самый босс, да, чтобы он появился, тебе нужно собирать ресурсы с других мобов, которые появляются во время этого режима. Ты их убиваешь, чья команда быстрее убивает и собирает ресурсы, а та и выигрывает. Сейчас я всё подробнее покажу, расскажу. Да, то есть каждый раз начинается новая катка, каждый раз новые противники, да? То есть какой рандом выпадет, грубо говоря, с такими противниками ты и будешь сражаться. Игроки могут друг другу мешать, то есть достигать поставленных целей. Чтобы вызвать первобытника, да, этого самого босса, тебе нужно, соответственно, набрать эти ресурсы. А чтобы, скажем так, набрать эти ресурсы, нужно не умирать. Когда ты убиваешь мобов, тебе падают определенные такие кристаллики, да, ты их собираешь, а, соответственно, заряжаешь свой портал, получаешь с этого удовольствие, да? Кто быстрее зарядит этот портал, убив этих мобов, тот и, соответственно, наслаждается. Вот такое у нас начало. Как ты видишь, у меня в руке лук. Чёрт побери, по заданиям, по миссиям мне дали этот лук, но спойлерить не буду, здесь очень много всего интересного наводили, как бы, поэтому лук у меня есть. Также я выбил пистолет Аллегра, более высокого уровня. Ну, грубо говоря, у меня сейчас невысокий хай, айтем левел, да, грубо говоря, на персонажи. Но, тем не менее, как бы, получать удовольствие мы от этого можем. Значит, задача наша сейчас с тобой уничтожить как можно больше, соответственно, врагов, как можно быстрее. Не потерять ресурсы, которые с них падают, потому что, если персонаж умирает, твой, да, на нём определённое количество ресурсов, называются они частицы, как ты видишь, да, соответственно, ну, ты теряешь эти частицы. Также может ворваться вражеский игрок в определённое время и помешать тебе собирать эти частицы, убивая твоих друзей. Также ты можешь проникнуть к ним на базу, соответственно, к врагам, получать удовольствие от того, что, соответственно, забираешь у них частицы и не даёшь им прокачиваться. И таким образом команды мешают друг другу, да, то есть какой-нибудь убийца у тебя, если в тиме есть, который постоянно внедряется, значит, на вазу противников, он, соответственно, мешает им, их убийца мешает нам. Вот он появляется, этот самый контейнер, грубо говоря, да, который наполняется этими самыми частицами, и наверху ты видишь слева, сколько мы заполнили контейнер, сколько враги. Это реально интересно. Вот, кстати, наш пацан побежал, поддонок негодяй, подлец, в портал. Побежал в портал мешать. Я хотел сам, на самом деле, сходить туда. Мешать, значит, копить частицы противнику. Если он сейчас перебьёт определённое количество людей в команде и заберёт у них частицы, соответственно, мы будем продвигаться быстрее, потому что мы не теряем своих людей, а он, соответственно, заставил их пострадать. То есть такая тактическая, достаточно командная игра. Это очень интересный режим, то, что ты не просто, знаешь, местишься друг с другом, там, а ты, как бы, реально мешаешь противнику получить удовольствие от игры. И, как бы, ну, это очень круто. Это очень круто, то, что здесь нужно продумывать, что ты делаешь и когда ты делаешь. Например, противник вызвал первым первобытника, да, соответственно, ты ему мешаешь. Ты мешаешь ему дамажить этого самого первобытника. И, соответственно, чья команда удачливо помешает, та команда и будет иметь преимущество. Вот, у нас сейчас вражеский захватчик. Сейчас у нас где-то появится вражеский игрок, и вот он появляется, вражеский игрок, и убивает меня в спину, видишь? Ты с ней негодяй, подлец, а, какой, подлец, подонок. Посмотри, со снайперской винтовки зашёл. Ну, его вальнули. Он всего лишь меня убил. Я не видел, сколько не обратил внимания, сколько у меня частиц было. Но, тем не менее, определённую роль он сыграл, да, в этой катке. И играется БО-3 до трёх... Ну, до двух побед, грубо говоря. Ну, то есть, чья команда возьмёт первые два очка, та и побеждает, да. То есть, допустим, мы первые победили первобытника, даётся им ещё один шанс отыграться. Если они побеждают, у нас счёт становится 1-1. И тот, кто возьмёт уже во второй раз вторую победу, тот, соответственно, и побеждает. Всё достаточно просто, весело и интересно. Ну что, братишки и сестрёнки? Вот оно! Вот оно! Счёт 1-0 в пользу наших! И остаётся совсем чуть-чуть. Сейчас добиваем первобытничка. И победа будет за нами. Знаешь, скаточка была совсем непотная. Мы на изи их раскатали, этих всех ребят. То есть, в принципе, всё довольно просто, да. Сейчас первобытника добиваем, которого мы вызвали. Да, маленький! Нравится тебе вот так вот? Хорошо! И... Да! И враги даже не вызвали первобытничка. Всё достаточно легко. И мне дали новую пушку. Ну-ка, подожди, когда я посмотрю, сколько у неё айтем-левел. 368. У меня 362 всего, как бы. Я ж новичок. Ну вот такие дела. Как тебе? Ну что, вроде моей сёстры. А вот и пришло время покатать горнила. Да, это PvP-режим, столкновение. Давай посмотрим, что я смогу без гира. Давай посмотрим, смогу ли я убивать вообще кого-либо в этой игре после огромного перерыва. Не знаю, что выйдет из этого. Поэтому давай смотреть. У нас теперь дробовик на втором слоту. Поэтому, в принципе, всё радостно. Это очень круто. Это очень круто сделали. Давай смотреть, как здесь у нас выглядит PvP. В своё время мы катали очень много PvP. Давай мы сейчас заберём с тобой супероружие и попробуем с Акрии поработать. Да, давай заставим их плакать. Давай попробуем поплакать этих ребят. Заставить, чёрт побери. Маленький мой. Чё там за щитом прячешься, да, радостный? Здравствуйте. Ух! Минус один отлетает. Хорошо. Опа, 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 опа. Америка, Европа. Давайте, родные мои. Давайте, давайте посмотрим. О, ещё один бежит. Так, тихо, промах. Второй пошёл. Хорошо. Хорошо. Патрики ещё есть у меня. Хорошо. Кто-то есть. Минус три. Хорошо. Вот это врыв. Вот это я понимаю. Вот это отстрел. Кто-то ещё есть? Кто-то ещё есть? Давай, сладкий мой. Эй, трет-тет-тешечки. Ну, неплохое начало. Неплохое начало. Но это мы отыгрываем с Акрии. Сейчас у меня девайсов нет. Сейчас очень много разных пистолетов крутых. Много разных пушек. Тем более, теперь есть рандомные перки. Поэтому будет достаточно сложно. Уходим. Блядь. Зажали нахуй в угол. Карта, кстати, тоже мне незнакомая. Не играл на ней, да? То есть давненечко меня не было. Поэтому очень много различных карт завезли. Нужно смотреть, нужно чекать. Да и тем более, навыки нужно как бы взращивать, да? Давненечко не играл я в PvP. В Destiny. Здесь нужно постоянно всё-таки тренировочку иметь, да? Чтобы получать удовольствие, маленький бой. Что-то очень странно прошло. Здесь меня тоже сейчас прикроют. Хорошо, блядь. Хорошо, радостные играют, пацаны. Радостно, я понял вас. Тоже тридцатый левел. Тоже как бы... Видишь, не вкачанные ребята. Но, тем не менее, с револьверчиком не раздаёт. Ладно, давай, давай приподнимем настроеницы. Давай приподнимем настроеницы. Хорошо, маленький мой, пошёл. Ревик работает на такой дистанции. Это достаточно неплохо. Это мой старый револьвер. Так. Давай, сладенький мой. Ещё один пошёл. Хорошо. Можно, в принципе, с ревика отстреливать, да? Как бы по урону всё у нас в порядке. Так, не добил. Идёт щит. Там нас перекрывают. Давай, ещё один маленький. Патриков нет. Хорошо. Вух! И мы прокачиваем уровень. Очень всё неплохо идёт. Горнилка выглядит достаточно замечательно. Ну чё, кто-нибудь суперобилочку Титана желает сегодня у нас? Желает. Сегодня первый пошёл. Давай, маленький. Второй пошёл. Где ещё мои сладенькие? Где ещё мои сладенькие? Спрятались, чёрт побери. Добро пожаловать в Горнила, блядь. Вот это да. Вот это мне нравится. Вот это весело, весело. Так, лучше уходить. Лучше уходить. Хорошо. Всё идёт прекрасно. Вот это настоящее мужество, да. Это настоящее мужество. Моя серия. Родные мои. Пошёл следующий. Вот это я разыгрался. Вот и победка подъехала. Ну чё, братишки и сестрёнки? Пора посмотреть, что такое коллекции. Вот оно. Нововведение, чёрт побери. Посмотри теперь, чё ввели. Теперь мы можем видеть, какие экзотики у нас с тобой имеются. Кинетика, экзотика, пушки, как я понимаю, разные. Посмотри, блин, я здесь столько экзотиков не видел. Я уже так давно не играл просто. Поэтому для меня это всё в новиночку. Очень хочется поиграть в Destiny. И тебе советую, если ты любишь динамичные такие, красивые, хорошие игры, которые, ну, от которых ты получаешь удовольствие. Особенно здесь динамика привлекает, да? То есть здесь есть что PvP, что PvE. То есть ты должен быть всегда резким, дерзким, как супергерой, понимаешь? Ты должен пользоваться своими обилками. Ты должен наслаждаться всем этим. Для Титана, для Охотника. Ну, в общем, в коллекциях есть абсолютно всё, что ты можешь, в принципе, получить, да? То есть некоторые вещи, как я понимаю, закрытые, которые ты не получаешь. Вот, видишь, там неизвестно. Импульсные винтовки, револьверы. Всё, что я получил, всё, что у меня сейчас имеется, в этих коллекциях показано. Здесь их, как я понимаю, очень-очень-очень много. То есть, ну, это очень круто. Это очень круто, что разработчики над всем этим работают. Это очень круто, что разработчики подают нам такой контент, как говорится, да? Посмотрим, что будет дальше. Я хочу посмотреть рейды и много-много всего. Не забывай поставить лайк, если тебе это интересно. Значит, с тобой был, как всегда, Шиморо, братишка. Это была Destiny 2 Отвергнутый. Наконец-то вышла в релиз. И мы сегодня с тобой посмотрели много-много-много всего интересного. Надеюсь, тебе понравилось. Приходи тоже в Destiny. Если захочешь, приходи. Вступай в клан Шиморо Армии. И, соответственно, наслаждайся. Пока всем. Удачи вам и успехов.